Семья переселенцев из Луганска приехала в Одессу и потеряла несколько тысяч гривен за аренду квартиры. Злую шутку с луганчанами сыграла доверчивость. Рассчитавшись за два месяца вперед, после нескольких дней семья решила съехать, но денег назад так и не получила. Подробности далее. Татьяна с детьми переселенцы из Луганска в Одессу приехали в сентябре из-за астмы у младшего сына. Мы сначала поехали в Кривой Рог работать, мужу предложили работу, жилье нам, все хорошо. Я устроила опять детей, нашла работу себе по специальности в школе. Но через три дня, как мы туда приехали, на четвертый день ребенок сильно начал задыхаться и попали мы в реанимацию. Главврач сказал, что не подходит климат, там на открытом месте. Руду добывают, шахты, все на открытым путем. И сказали или море, или лес ребенку. Из-за младшего ребенка я уехала. В Одессе во время посещения пункта гуманитарной помощи Татьяна познакомилась с женщиной, которую попросила помочь снять жилье. Та предложила арендовать ее квартиру на поселке Котовского на Днепропетровской дороге 83. Она сама предложила составить договор. Как она говорит, что она работает в юриспруденции, ее семья вся. И составили договор на два месяца. Я сразу заплатила пять тысяч гривен за два месяца. Сразу отдала ей деньги. Договор был с двух сторон подписан. Один у меня, один у нее. И когда прошло шесть дней, я сказала, что мы не можем ужиться вместе. Она не уезжала. И все было не так. И я говорю, чтобы вас не напрягать, давайте мы уедем, я найду себе другую квартиру, верните деньги. Но она сказала, что денег нет. Она их потратила на благотворительность. Вернет попозже. И до сих пор денег нет. Женщина обратилась в милицию. Планирует подавать иск в суд. Связаться с арендодателем не удалось. Домофон по адресу, где шесть дней жила Татьяна, издавал однообразные гудки. Телефонная трубка сообщила об отсутствии связи с абонентом. Подобные случаи иногда происходят в результате мошеннических действий, отмечают риэлторы. И предлагают все же пользоваться услугами профильных специалистов. Еще один из видов, это когда аферист или мошенник снимает на несколько суток квартиру и пытается взять авансы за последующую долгосрочную аренду. И опять же через некоторое время скрывается и в этой квартире появляется реальный десобственник и люди остаются ни с чем. И еще один из таких самых опасных видов, это когда мошенник снимает квартиру на месяц. И в течение этого времени, иногда даже подделав документы на собственность на этот объект недвижимости, он снимает с арендатора авансы за первый и последний месяц. В этом случае арендаторы страдают как бы в наибольшем размере. Татьяне с детьми повезло. В поисках нового жилья ей помогли коллеги. Теперь женщина намерена добиваться возврата оплаченных наперед денег за первую квартиру.